Сегодня в выпуске. Город накрыт непонятной дымкой. Расскажем, кто виноват. Я бы сказала, неплохо. В Ачинске появляются пешеходные ограждения. Кто придумал и зачем они нужны? Ой, при лужке, при лужке. Поем вместе. Дарья Потехина и золотой голос Ачинского района. Город накрыт непонятной дымкой. На смог жалуются и красноярцы. В пригороде тоже стоит пелена. В лесопожарном центре говорят, что леса горят далеко на севере и дым до нас дойти никак не может. В гидрометеоцентре говорят обратное. Дым до нас доносится с северо-востока. Там горят огромные площади. Юг Ивенкии, Кежма и Багучаны. Это задымление есть по всей Ачинской группе. Все метеостанции дают. Видимость 2-4 километра. Это очень, ну, как бы уже видимость плохая. Постепенно, видимо, затягивал. Ток такой, что это дым лесных пожаров на северо-востоке нашей территории. На северо-востоке нашей и юго-востоке Ивенкии. Со слов специалиста ГИС Метеоцентра, такая ситуация сохранится как минимум до выходных, пока ветер не поменяется. Наталья Солдовник, Александр Сиделев. Новости телеканала АСА. А сейчас новости с Ачинских дорог. Сегодня, 11 июля в 10 утра, на выезде из Ачинска в сторону Назарова загорелась Тойота Королла. Недалеко от кафе Улыбка. По нашей информации, водитель уже несколько дней возил в багажнике авто неполные канистры с бензином. Пары топлива на жаре выдавили пробку и бензин разлился. Водитель проверил багажник, а когда закрывал крышку, раздался хлопок. И иномарка вспыхнула. Две бригады пожарных приехали на место спустя 5 минут, но Тойоту уже было не спасти. Водителю крупно повезло, что на момент взрыва он находился снаружи и никто не пострадал. Официальная причина возгорания – нарушение перевозки горюче-смазочных материалов. Еще одной новостью будут пробки на улице Ленина. Связано это с капремонтом труб водоснабжения на улице Свердлова, который начался в конце июня. Еще вчера водители могли объехать этот участок дороги по улице Карла Маркса и выехать на Красного Октября. А сегодня утром специалисты теплосети сдвинули ограждение. И теперь с переулка Пионерский и улицы Карла Маркса нет выезда. Поэтому улица Ленина перегружена. В часы пик водители отмечают пробки на дороге. Напомню, ремонтные работы на улице Свердлова должны закончиться 30 июля, если погода не помешает. В Ачинске появляются новые заборчики. Монтаж декоративных ограждений идет в разных частях города, вблизи пешеходных переходов. Сегодня работы по монтажу ведутся на улице Кирова, вблизи парка Железнодорожник. Как думаете, нужны такие пешеходные? Ну, конечно же, хорошо, люди же под автомобиль попадают. А внешний вид нравится, не нравится? Красиво, нет? Ну, так-то маленько, это можно здесь асфальтировать или что? Чтобы было благоустроено. Ну, конечно, дождь пойдет, как в лужу зайдут люди. А ограждение будет? Визуально нравится? Нормально, хорошо, конечно. Мне кажется, что-то тесновато может быть. То есть могли бы пошире поставить? Да, да. А ну, вообще, внешний вид вот устанавливают? Ну, я бы сказала, неплохо. Такие ограждения вовсе не элемент благоустройства. Нужны они для организации дорожного движения, чтобы пешеходы не переходили дорогу там, где ее нельзя переходить. Никакой архитектурной нагрузки у заборчиков нет. В настоящее время идет установка пешеходных ограждений именно в зонах пешеходных переходов, там, где есть светофорные объекты. Эти мероприятия проводятся согласно по тем предписаниям, которые выдавались ранее госавтоинспекцией в адрес собственника дорог. А именно администрации города Ачинска. Как говорят в ГИБДД, по стандартам длина ограждения не менее 50 метров в каждую сторону от пешеходного перехода вблизи медицинских и детских образовательных учреждений. Добавлю, в Красноярске подобная ситуация. 29 километров ограждений установили на центральных улицах в целях безопасности. Но люди стали возмущаться, говорили, что это некрасиво, и такие ограждения похожи на кладбищенские оградки. Мэрия Красноярска прислушалась к жителям и распорядилась демонтировать уродские, по мнению красноярцев, заборчики и установить ограждающие столбики. Но не везде. На особо опасных перекрестках и второстепенных улицах монтаж пешеходных ограждений продолжается. На сегодня установка таких заборчиков в Ачинске завершена на улице Красного Октября и в районе Третьей школы. На очереди улица Гоголевская, это в Привокзальном, улица Алтайская и Омская, это Шенхай. Где еще появятся такие пешеходные ограждения и во сколько это обойдется городскому бюджету, мы обязательно расскажем. Наталья Солодовник, Александр Сиделев. Новости телеканала АСА. Телеканалу АСА пожаловались работники одного из детсадов. Люди говорят, получают нищенские зарплаты. Лиц просят не показывать. Голосам тоже изменены. Нам регулярно не доплачивается заработная плата. Неоднократно этот вопрос поднимался. Сейчас уже дошло до судебных разбирательств. Есть вынесенные решения в пользу работников коллектива, но учреждение продолжает также нарушать законодательство. Недовольных своими зарплатами только в одном садике около 20 человек. Это младший персонал, нянечки, сторожа. Говорят, выполняют свои обязанности плюс чужую работу в надежде на прибавку. А в получку еле набегают у кого 9 тысяч, у кого 12. По подсчетам людей им ежемесячно недоплачивают более 6 тысяч рублей. Обман, как уверены недовольные работники, идет со стимулирующими выплатами. Эту надбавку, по словам людей, почему-то включают в МРОД. Минимальный размер оплаты труда, который по закону и так выплачивается. У них же тоже есть доплата с края, она тоже, кажется, туда входит. То есть опять этот потолок увеличивает вот эту доплату. Она должна быть вообще отдельно. Почему я туда считаю? У них есть балльная система, в которой МРОД съедают просто. И они не получают воспитателей. У воспитателей есть, а у младших воспитателей нет. Это вся загвоздка в том, как эти стимулы, куда включаются. Суды прошли, но в денежном эквиваленте практически выигрыши нет. Мы подаем апелляцию дальше в Красноярский суд, пойдем до Верховного, до Конституционного. Мы хотим урегулировать этот вопрос, чтобы не обращаться потом в суды. Чтобы это как-то стало на свои места. И уже то, что заработал, то и получил. По заверениям наших героев, в такой ситуации находятся многие сотрудники и в других садиках и школах. Просто боятся говорить, чтобы не остаться без работы. Чтобы разобраться, где правда и кто мутит с их зарплатами, эти женщины обратились в суд и независимый профсоюз. Мы получили комментарии у председателя Красноярского краевого союза, соцпроф Александра Машинца. Статья Трудового кодекса 315, 317, 316 говорит, люди, проживающих в районах Крайного Севера, либо там отклоняющихся какие-то условия, они должны начисляться на заработную плату. На заработную плату, но не в заработной плате. Поэтому здесь нарушены права работников в том, что неправильно начисляется заработная плата в Красноярском крае. А она у нас вообще неправильна. Есть такой документ, постановление Конституционного российского суда от 7 декабря, где он дал разъяснение. Законодатель правомощен установить тарифную ставку оклада, начиная от минимальной оплаты труда. То есть сегодня она установлена 11,163, она и должна быть. Минимальная оклада должна быть 11,163. И пошло уже дальше. Человек зарабатывает, старается заработать в этих стимулирующих и все остальное. Вот тогда будет эффект от какого-то труда. А так его нет. Поэтому нарушаются права работника, что ему не доплачивать. Даже до того минимума, который установлен в российском государстве. А это примерно на сегодняшний день. Каждому сотруднику где-то примерно 6700 рублей за один месяц не доплачивает ему. За разъяснениями по зарплатам детсадовских работников мы обратились к заведующим учреждением. От подробных комментариев там отказались, ссылаясь на то, что начислением занимается Центр Бухучета. И вообще нет регионального соглашения, исходя из которого и начисляется заработная плата работникам. Со слов руководства детсадом, единственным выходом для работников остаются только суды. Пока система не поменяется на краевом уровне. О будущем с нищенскими зарплатами люди говорят чуть ли не со слезами. Держатся и за такую работу. Не хочется за каждую свою заработную плату судиться. Дарья Потехина, Наталья Сусанина, Александр Сиделев, Вильдан Калимулин. Новости телеканала АСА. Ачинцы единоразово в платежках могут получить плюсом около 2-3 тысяч в зависимости от квадратуры квартиры. Да, сейчас они выставили нам договор с учетом внесенных всех изменений и выставили требования по сумме с января 2017 года. Она составила порядка 60 миллионов рублей. То есть мы по большому счету в разовом порядке, исходя из их условий договора, должны эти деньги населению начислить и получить. Компания ДЭС-Сервис предлагает физическим и юридическим лицам услуги противоклещевой обработки территорий и дачных участков, дезинфицирующие средства для индивидуальной защиты и хозяйственных нужд. Телефон 5-00-38. Где вы храните свои сбережения? Как где? Вот. А в КПК Сберкнижка вы можете хранить деньги по 13% годовых. Телефон 56-8-56. Я не только многодетная мама, но я еще автолюбитель. За рулем 15 лет. Люблю хорошие дороги и качественный бензин. Поэтому заправляюсь на Красноярск нефтепродукт. Плюс всегда можно купить в магазине сопутствующих товаров что-то ребятишкам. Так что мы за КНП. КНП. Качества, проверенные временем. Гипермаркет «Маяк». Авиаторов 5А. САХА 399-90. Тетрадь 12 листов. Рубль 90. Качели трехместные. 9999-90. Гипермаркет «Маяк». Проезд авиаторов 5А. Хочешь недорогой и быстрый интернет? Успей подключить. Тариф 2018 от компании Синт. 100 мегабит в секунду за 1 рубль в месяц. Успей подключить. Подробности в офисе. Первый микрорайон строения 55А-2. Телефон для справок 56-00. Ватчинский рабочий детского сада признан виновным в сексуальном насилии в отношении малолетней воспитанницы. И приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Напомним, что в осенью в 2017-го пьяный сантехник, находясь на территории детского сада, отправился чинить в группе «Умывальник». В это время в туалет зашла девочка. Мужчина надругался над ребенком и снял все на камеру своего мобильного телефона. Насильник был задержан и заключен под стражу. Вину свою признал полностью. Ватчинский за расклейку объявлений баннеров и рекламных листовок будут штрафовать. Об этом заявил Николай Костюченко, главный коммунальщик города. Тот, кто расклеивает листовки на фонарных столбах, остановках и домах, нарушает правила благоустройства города. Такого рода нарушения приносят постоянные финансовые затраты на восстановление первичного облика. За незаконное размещение рекламы должностное лицо может получить штраф до 15 тысяч рублей, а юридическое – до 30 тысяч рублей. Каждый год в третье воскресенье июля металлурги отмечают свой праздник. Праздничные мероприятия в Ватчинске проходят в течение нескольких дней. Завтра, 12 июля, в 6 вечера на стадионе «Алим» пройдет большой спортивный праздник. А в пятницу, 13 июля, в сквере имени Богаткова концертно-развлекательная программа «Начало» в 14.30. Позже, в 15.00, в Парке Победы, открытие выставки «Наши люди». Партнер рубрики «Ребята с нашего двора» «Караоке-бар Чикаго» откроет свои выходные из Чикаго. Это рубрика «Ребята с нашего двора», в которой мы знакомим вас с замечательными людьми – музыканты, спортсмены, танцоры. Сегодня мы в Ястребове, в гостях у баяниста Сергея. Кстати, стаж у него более 40 лет, сам пишет песни. И Лариса занимается пением и является золотым голосом Ачинского района. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, как вы проводите свой досуг, собираетесь ли вечерами? Ну, мы проводим свой досуг традиционно, вечерами, конечно, собираемся. Песня – это у нас по жизни. Так как мы работаем с коллективом, и коллектив у нас уже довольно долго существует, скоро будет 20 лет, то и, собственно, и досуг наш, конечно, привязан к этому, к русской песне, к баяну. Самое любимое, наверное, это авторская песня, которая стала, скажем так, почти гимном нашего коллектива и нашей компании. Это «Давай построим дом». Давайте построим. Давай построим дом, большой, уютный, светный, чтобы воплотились в нем наши душ заветы. Где печки русской ду, горячим хлебом в ноздри, где с красного угла портрет семейный смотри. Где посажу за стол старушку, мать и батю детей всех соберу. И пир горой закатен с хозяюшкой моей. Сольемся в доброй песне, и станет хорошо нам от того, что вместе. Как появилась эта песня? Это с чем-то связано с событиями, ну, как обычно у авторов в жизни бывает? Ну, песня появляется, наверное, на том, чем человек живет в данный момент, да. Этой песне, ну, наверное, уже лет семь, вот, потому что прошла она большой концертный путь, как у нас в районе, так и за пределами его. Практически в каждой программе концертной мы ее используем, и люди, в принципе, очень много ее просят. Вот это фиксация того, к чему мы по жизни стремились. Песня в моего детства просто немножко погрузиться, поностальгировать. Ой, при лужке, при лужке песня. Давайте ее. Ой, при лужке, при лужке, при широком поле, При знакомом этапу не конь гулял по воле, При знакомом этапу не конь гулял на воле. Сергей, Лариса, давайте попробуем сыграть в «Угадай мелодию». Вы, русские народные, наигрываете, ну, какой-то небольшой фрагмент, а я пытаюсь угадать. Я не знаю, угадаю я или нет. Одинокая бродит гармонь. Попытка удалась. Старый клен. Я молодец. Вторая попытка, засчитана. Ну, ладно, два-один. Я все равно выиграла, да. У нас коллектив, вокальный ансамбль «Копель». Больше не ансамбль, а больше театр «Копель», потому что у нас очень много костюмов. И вот когда мы собираемся, вот мы не видимся, если, допустим, там полторы недели, все, мы идем друг к другу на работу, мы уже соскучились, мы делимся абсолютно всем, и беды, и счастья, и как бы и праздники, и поминки. То есть это вот до такой степени у нас получается уже семья, что вот наш коллектив, ну, мы уже без него никуда фактически. И вот все это проходит за разговорами, все это с песней, ну, я не знаю, мне она очень помогает. А сможете наиграть песню «Музыка нас связала»? Друзья, а напоследок я хочу сказать, находите общие интересы и объединяйтесь в коллективы на года, которые станут в дальнейшем вашими семьями. На этом сегодня все. Сергей, Лариса, Дарья Потехина, Вильдан Калимулин. Новости телеканала ОСА. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok